Отца и сына и святого духа. Меня попросили сделать комментарии на выступления, которые делают не только Невзоров, но и другие люди, там Задворнов, где-то нападают на церковь. Правильно ли они говорят? Вопрос так стоит. Как я могу проверить правильно или неправильно? Только на основании святой Библии. Но у православных еще есть творение святых отцов и каноны церковные, и вот на основании их. Вот здесь так. Ответы славянскому интернет-радио голоса Мидгарда. Снова повторяет Невзоров. Зачем потребовался миф о гонениях в советское время? Спрашивается, а кого реабилитировали тогда, если не гнали? Я вот реабилитирован. У меня документ реабилитационный с собой. У нас на Алтае работали люди, многие, такие как в Томской области, по реабилитации. И все характеристики написано. Все реабилитированы. Невинные. Священники. Все до одного реабилитированы. Инкриминируемые имя статьи 58-я нигде ни разу не подтвердились. Все это знают. Все, кроме Невзорова. Гонений не было. Ну и хорошо, что он так лжет беспардонно. У него последователей никаких никогда и не будет. Это Господь так делает, посрамляет людей, которые уподобляются дьяволу. Потому что человек лгущий, он подобен сатане. Он есть дьявол лжеца, отец лжи. И когда говорит ложь, говорит свое. И вот несколько моментов, которые хотел разобрать я. Псковск. Две тысячи приходов поддерживали фашизм. Пели много лета Гитлеру. А кого они даже были поддерживать? Если они жили в Гулаге. Ничего не было. Открыли церкви. Народ так и понимал, как освободитель пришел. Это как надо было так себя поставить, чтобы в первые месяцы 4,5 миллиона пленных отдать. И всех объявить врагами народа. Пленных всегда жалели. Если Гитлера, которого человека, может нельзя назвать, сатана настоящий. И они считали таким, за кого можно молиться. Но за Сталина-то не молились. Он отвергал это. И советский этот рай, они считали ниже того фашистского ада. Значит, тут надо переоценку сделать, а не обвинять. Кто их подтолкнул к этому? Встречались с иконами. Я подумал так. Меня спрашивают, ну откуда? Это вот у невзора вот такое. Я подумал, что мальчикам, когда вы были с дедом, вы видели вот этот обман и впитали всю эту ложь. Потому что это организация, НКВД, КГБ, ФСБ. Но они без этого не могут. У них на лицах такой отпечаток. Вот. Было много мошенничества. Говорите о таком, чего даже вообще не знаете. Советская власть не очень была кровожадная. Более кровожадной власти не было на земле. Никогда. Был батька Махно. Махно, Махновцев подговаривает, перекоп, штурмует. Штурмовали праздник. И в первую же ночь праздник. Всех офицеров расстреляли у Махно. Мир не слыхал о таком коварстве и лжи. Во все страны мира везде запустили руку безбожия. Вы из той среды. У меня другая была среда. Отец инвалид войны. Жили в бедности, многосемейная. 12 ребятишек в семье. Мы ничего этого не знали. И поэтому мы, не имея описания, действовали по совести. Помочь ближнему, не обмануть. Вы этого не знали. Нам еще не поздно и встретиться. Ну и дальше опять повторяете бижутерия, священнические красивые тряпочки. Ну один раз сказали, а дальше это что? Ничего из этого не меняется. Я тоже против того, что людей не учат. Людей надо учить. А учить вначале их, они из православия потянулись в секты. Потому что увидели, что здесь совершенно не по Евангелию. Вот мысленно сбрейте бороды, оденьте футболки. И будет анекдотичность ощущения. Я тоже так говорю. И тогда от всей этой надутости, снобизма, ничего не останется. Надо пощаще себя таким видеть. Это в романе «Эмильян Пугачев», когда он в бане моется там и говорит, я царь. А кто моется, рядом мужик. Когда мы голые, мы все цари. Вот и все. Был ли выбор, вы спрашиваете. А у Александра Невзорова есть ли выбор быть другим? У православных не было выбора, да, согласны. Выбора не было. А у вас? Так ваша вина больше. У вас выбор есть? Или где-то душу продали? Или где-то подписку дали? Я не знаю. Но по каким-то отдельным моментам уже можно понять, откуда это все идет. Вот, говорите о суворовцах, у которых временем дальше пресекалось любое мировоззрение, да. Страна была такая, окруженная штыками, палками. А Святой Руси? Никогда Святой Руси не было. Вы еще об этом не говорите. Была малограмотная, действительно малограмотная, почти неверующая, не знавшая Евангелия пути Господня. Мы получили неевангельскую веру. Неевангельскую. И у нас проповедуется не Евангелие, а царство монахов и попов. О чем говорил еще перед революцией Григорий Петров, священник. Иго 8, 6, 9. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути всех ем и совершает мерзости. Это Библия говорит. Священники убивают сборище их. Вот, ну, рухнула, говорите, репрессивная машина. Да, рухнула. А какое отношение к язычеству? Перед язычеством у вас такие реверансы делаете, прям шляпой по земле бороздите. Спрашивают это вам язычники. И вы ни одного слова грубого им не говорите. Душа ваша проязыченная насквозь. Пропитанная. Ося 5, 1. Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев. И преклоните ухо дом царя. Ибо вам будет суд, священники. Потому что вы были за поднёй и сетью раскинутую. Пусть священник это выслушает. Россия погибает не из-за Невзорова, а из-за священников патриархийных. Они везде сегодня, как он говорит, запустили лапу волосатую. Везде. Везде в цензоры лезят. Что слушать, что не слушать. Их никто не ставил. Ни должности такой ещё нету нигде. Вот везде абсолютно. А у нас снятый фильм, вот, допустим, «Причуствие», занявший первое место на международном киноконкурсе, показали в кинотеатре «Мир». Договорились, приехал режиссёр, поставить его здесь. Если фильм был ещё такой, «Второе крещение Руси» или «Глаз вопиющего». Это тоже про меня фильм. Третий. Полностью про мою биографию. И вдруг говорят, что фильм не будет показан. Я говорю, почему? А уполномоченный по религиозным культам сказал, что этот фильм не нужен. А почему он решил, что он не нужен? Когда по всей стране прошёл. А Николай Павлович, то есть это благочинный, Войтович, он это сказал. Вот откуда ветер дует. Так что мирских властей-то ещё не так будет винить. Вины больше на том, кто предаёт меня, говорит Христос. А предавали попы в первую очередь. Это меня лично коснулось. На меня два Михаила. Выходят свидетели. Один Михаил на работе, где работал Михаил. Михаил Фёдорович. Коммунист. И он обо мне, это в книге «Для слова Божия нет уз». Он... Возьми, Владик, принеси, я покажу эту книгу. Обойди. «Для слова Божия нет уз». Рыжков. Он даёт прекрасную характеристику. Я там только работал. Игнатий Лапкин. Он беседовал со всеми. Он не делал различия между коммунистами и некоммунистами. И когда ремонтировали базу, всё оставалось в целом. Самые маленькие полбаночки краски они возвращали. Ну, то есть, очень хорошую... Ну, хорошую для тюрьмы. Даёт мне биографию. Выступает священник отец Михаил Скачков. Вот который говорил, Игнатий ждёт мессию с запада. Он мне такую характеристику пишет, что даже в тюрьму не примут. Тоже Михаил. А Михаил переводится с еврейского. «Никто, как Бог». Другого перевода нет. И думай, в ком Бог. Александр – защитник. Вот будьте защитником, а не распространителем лжи. 99% священников не обладает талантами. Я верю. Но только не потому, что они не умные, а потому, что они приглядываются, что пропустят. А архиерей что не пропустят. Ни один священник, ни один архиерей, патриарха Кирилла не обречили ни разу. Ни патриарха Алексея. Они все трусливые. За твёрдое своё место, за эту кормушку всыпились, и ни один не сдвинется. И Бог не может давать таланты тем, кто отрезает. Вот это можно сказать, это нет. Верующий говорит всё, что есть. Так говорит Господь. И на этом всё. Вот они. Два перста, её везут. И она не сдвинется с места никуда. Это её вера. Это её девиз. Это её мандат, с чем она явится на суде Божьем. Вот вы сидели, я так подумал, сидели с дедушкой. Там смотрели, как дедушка ваш уродовал души, сотрудник КГБ, брал попов, которые тряслились. Это понятно. Но главное-то виновник кто? Ваш дедушка. А вы рядом сидели. А я был в это время на поле, я сын пастуха. Я занимался, изучал растения, молился птицами, орнитология. Я первую книгу, которую наловил Сусликов, сдал, купил, кажется, 560 страниц, была книга про птиц. Я по тени, по следам мог определить птиц, которых даже никогда не видал. А вы им определяли другое. Вам дано. Вы со мной не спорьте, а я с вами не спорю. Вы больше знаете, может быть, ту среду. Когда меня осудили, осудили за то, что были обличения священников, то диакон Сергий Бордин в Красноярске написал, счастье ваше, попы, что Игнатий не знает, что в алтаре делается. Он говорит только о том, что внутри храма делается. Это предательство какое. Да, действительно, все бездны безумия, мы даже не знаем, что там делается. Но надо молиться, выхода-то никакого нет. Выход только один, молиться и исправляться. Дальше. Вы говорите о кощунстве. Это так называемый второй ролик-то. О кощунстве я увидел больше всего подтверждение в ваших словах. Замена слов, где вы не произносите даже слово «Христос». Да вот так. Книга Иова 1.9 говорится. Отвечал сатана Господу и сказал, разве даром он богобоязнен? Видите, как вы в этом обвиняете? Разве даром? Да не даром. Не даром. Это сатана говорит. Он подыскивается. Откровение 12.10. Неизвержен клеветник братьев наших с неба, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Вот кто клевещет. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море. Потому что к вам сошел дьявол в великой сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. И дьявол находит в себе служителей, слух, рабов и на них пашет. Всякая лошадь дьявола. Вы меня, кто слушает, обречите во лжи. И дайте знать этот ролик. Мы сегодня уже поставим в ютубе. Ключевые слова можете найти такие. Игнатий Лапкин и Невзоров Александр. Или просто Игнатий Лапкин. Там 950 этих роликов. Я хочу всех призвать, не верьте Невзорову Александру, где он говорит неправду. А я выявляю, где говорит неправду и где правду. Правда его там, где говорит он о положении в церкви. Здесь безусловная правда его. Псалом 49.17. Ты говоришь, что ты веришь. А сам ненавидишь наставление мое. И слова мои бросаешь за себя. Я снова слышу в конце, всегда, когда нужно сказать, какое-то слово подбирает Александр. И вдруг у него начинает издавать такой булькающий звук. Это недостающую мысль он заполняет. И такое продолжительное мычание у москвичей. Когда не о чем разглагольствовать. Почему? Просто кому-то из друзей дайте прослушать свои выступления и скажите. Вот когда вы... Я вас этим не хочу ни обвинять, ни поносить. Но задумайтесь. Из моих знакомых с таким звуком за 73 года никогда никого не было. Хотя я все время вращаюсь среди разных людей. И среди заключенных, профессорский состав, академический. Меня всегда приглашают на все конгрессы, на конференции. И дают выступать. Я не слышал такого звука. Но я знаю, что он означает. Это признак беснования. Это звук издает дьявол. Когда недостающие слова, вы заменяете вот это не от табака хриплый голос. Это человеку не свойственно такой звук издавать. Такие горловые звуки издают это в туве, когда они поют. Оно хрипота какая-то, и такой звук идет. Это как шревовещание. Господу Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok